Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой бьютикнул снова! Меня зовут Юлия Прелл и в сегодняшнем видео у нас будет большая, огромная распаковка разной косметики и не только косметики. Так получилось, что в этом месяце я вдруг поняла, что моя косметическая коллекция не настолько, не настолько разнообразна, что мне захотелось немножко пополнить ее интересными средствами и продуктами. И поэтому я сделала небольшой заказ из Алты. Также зашла в Сифору и приобрела что-то, о чем я очень давно мечтала днями и ночами. Также, если вы видели мою сториз в инстаграме, я зашла в магазин The Cosmetic Company Store. Там я нашла очень много разных интересных сокровищ, поэтому сегодня определенно будет чем поделиться мне с вами. Также я покажу вам, что я заказала с iHerb, мой любимый сайт, на котором я заказываю все свои бады. Также сегодня мы раскроем одну пиар-рассылочку от компании Stalkorin. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной на канале, и мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео. Оставьте комментарии и подпишитесь на канал, если вам нравится мой контент. И да, давайте уже не будем задерживаться и перейдем к этому видео. Поехали! И первое, с чего я хочу начать сегодня, это покупки с Сифор. На самом деле, я очень давно смотрела на эту палетку от Charlotte Tilbury. Instant Look of Fluff in a Palette. Я взяла... Размер, хотел сказать. Я взяла оттенок Light. Честно, каждый раз, когда я беру ее в руки, открываю ее, любуюсь на нее, мне хочется пользоваться ею еще и еще и еще. Настолько мне она зашла, что называется. Я же сказала, что я взяла оттенок Light. И вот таким образом она выглядит. Потрясающая палетка. Вот то, что нужно на каждый день, если честно, когда мне не хочется, я не знаю, выгребать целые кучи палеток для лица, палеток теней, румян, бронзеров, я могу взять эту. И вуаля! Макияж готов буквально за несколько секунд. Я, кстати, сделала пару дней назад макияж с этой палеткой. И не только я была в восторге, но и мой муж сказал, что просто вау, Юля. Это смотрится просто шикарно. Мне понравился очень макияж. Палетка стоила 75 долларов, что вообще не бюджет ни разу, но я не думаю, что хоть кто-то разочаровался, когда купил ее. Я смотрела много обзоров у русских бьюти-блогеров, и я не помню ни одного, кто бы разочаровался и сказал, что нет, эта палетка ужасна, понимаете? Поэтому я рада, что я приобрела ее. И посмотрите, просто какой милый-милый дизайн на задней стороне этой упаковки. Мне очень нравится. Палетка огонь. Я всем советую, кто еще не покупал ее. Кстати, ребят, все, о чем я сейчас говорю о покупке в Сифори, я показывала это все в своих инстаграм-сторис, поэтому если вы меня еще не фолловите, если еще не подписаны на меня, то подписывайтесь там. Я достаточно много всего пощу о своей жизни и о косметике тоже. Итак, вторая палетка, которую я приобрела от бренда Artist Couture. Я на нее заглядывалась очень и очень давно, ну, может, там недели с момента, когда она вышла. Я знала, что я хочу ее приобрести, просто потому что я ни разу не пробовала формулы этих теней. И я уже, кстати, успела с ней поиграться. Макияж получился просто пушка. Эта палетка стоит не так дорого. Она стоит 45 долларов. Для палетки такого формата это не очень дорого. Это не Патрик Тасс, его 70 долларами, да, за палетку. И вот таким образом выглядит упаковка самой палетки. Вот таким образом выглядит эта палетка внутри. Потрясающий подбор оттенков. С такими оттенками я могу точно сделать макияж хоть дневной, хоть вечерний. И мне действительно очень понравились шиммеры в этой палетке. Я, наверное, говорила в инстаграм-сторис, если вы смотрели, что шиммер под названием Glyston, он прям меня поразил. Хотя я смотрела обзор на эту палетку от одной девушки-американки. Она сказала, что ей понравился другой оттенок, который был как более бронзовый. Вот так он смотрится. Просто потрясающе. Мне очень нравятся пигменты, мне нравится то, насколько эти тени прям маслянистые. И не зря я сказала, что они маслянистые, потому что в составе этих теней большое количество разных масел. То есть это и делает их такими, ну, маслянистыми по своей текстуре. И последнее, что я купила, это бальзам от Laneige. Я на него давно засматривалась так же с момента, как он вышел, потому что мне показалось, что это что-то очень интересное. И прикол этого бальзама в том, что здесь имеется такой маленький инструмент, который позволяет вам достать этот бальзам, не марая ваши руки. В общем, вы достаете его, чик, и все. И наносите это на губы очень легко и просто. Что еще приятно, бальзам пахнет просто шикарно. Такой тропический какой-то аромат. Определенно не жалею, что я купила его. И после использования вы просто берете, кладете этот инструмент внутрь и все. Очень понравился этот концепт. Далее давайте посмотрим, что я приобрела в Alte. И первое, что я заказала, это спрей от Schwarzkopf Blonde May Instant Blush. Blonde Beautifier. Насколько я поняла, это что-то вроде тонирования для блондинестных волос. И я узнала об этом средстве от американской блогерши Babs Beauty. Вот она прям нахваливала этот спрей. И, к большому сожалению, этот тоник нельзя купить в магазине Alte. В физическом, только онлайн. Вот именно этот оттенок Ice. Самый, наверное, ходовой, как мне кажется. Именно этот оттенок Ice. Он всю желтизну удаляет с ваших волос. Что очень здорово между покрасками волос. Стоит он не прям дорого. Около 28 долларов. Но его хватит на очень долго. Также я слышала только положительные отзывы о нем. И многие говорят, что да, реально, этот продукт, он делает свое дело. И вымывает всю ненавистную желтизну с ваших волос. Кстати, завтра я иду красить свои волосы опять. Поэтому извиняюсь, что они у меня такие не очень ухоженные сейчас. Я думаю, что завтра они у меня прям будут блондинистыми-блондинистыми. Очень на это надеюсь. Недавно я поняла, что у меня нет никакой маски для моих блондинистых волос. И я поняла, что пришло время это исправить. И у меня много масок увлажняющих, питательных. Но нет ничего именно для сохранения блонда, для того, чтобы сделать блонд чуть более ярким. И вдруг эта маска от Joyco попалась мне в приложении. Я поняла, что, наверное, это то, что я хочу. Отзывы просто шикарные на этот продукт. Поэтому я думаю, что мы с ним сработаемся. Кстати, бренд этот я часто вижу в TGMAX, Marshalls. Поэтому иногда это странно, знаете, покупать в магазинах типа Alta или Sephora. Что-то, что ты знаешь, есть в TGMAX, в этих стоковых магазинах. Но, в общем, я в восторге попробовать продукт этот тоже. Потому что сейчас я хочу реально взяться за свой блонд и уделять ему больше внимания. Потому что я знаю, что если ты красишься постоянно в блондинку и не ухаживаешь за своим блондом, то постепенно ты просто станешь цыпленком. А это то, чего я не хочу определенно. Поэтому я в восторге попробовать и рассказать вам потом, продукты работают эти или нет. Вам может показаться, наверное, что у меня столько много праймеров. Но я тут поняла, что у меня нет никаких новеньких, интересных праймеров на лето. И тут я увидела этот праймер от Milani, который называется Bright Side Illuminating Primer. И этот праймер призван дать вашему лицу сияние и увлажнение. Конечно же, тоже. Прикол этого праймера в том, что здесь есть витамин С, здесь есть провитамин В5, масло жужоба. Наверное, я правильно сейчас сказала или неправильно. Поправьте меня в комментариях. В общем, я слышала много о том, что вообще-то праймеры у Milani, они очень даже хорошего качества. И иногда даже бренды люксовые не стоят рядом с тем, насколько бюджетны эти бренды, но в то же время, насколько они хорошо так же работают. И вот я поняла, что, наверное, это знак. И вот так выглядит текстура этого праймера. У него очень такой приятный, не очень сильный аромат. Он очень мягкий и легкий. Но в то же время он реально дает то самое сияние, которое вы хотите получить, используя такого типа праймер. Сейчас вы видите, наверное, что он выглядит достаточно таким желтым. Но когда вы распределяете его по всему лицу, эта желтизна, она уже не видна. И мне он понравился. Праймер этот, он делает свое дело. И я более чем довольна, что купила его. Это мой, кстати, первый праймер от Milani. И я думаю, что не последний точно. И причина, почему я сделала заказ с Alta, это покупка этого скраба от Nude Stix. Если вы знаете, Nude Stix это косметический бренд. После давнего времени они начали выпускать также средства по уходу за кожей лица. Изначально этот скраб я получала в Trend Mood Box. И, в общем, с того момента мой муж полюбил то, как он скрабирует его кожу. И насколько лицо чувствуется свежим. Все шикарно чувствуется после использования этого продукта. И он меня просто упрашивал, Юля, ну сделай уже заказ с Alta, закажи мне его. И вот, наконец-то, я это сделала. Представит большое количество экстрактов, я так понимаю, разных фруктов. Лимон, яблоко, гранат, папайя. То есть здесь большое количество разных классных ингредиентов. И я могу сказать, что да, этот скраб, ну или пилинг, он реально классно работает. Он почти не чувствуется на коже. И он обладает очень таким мягким действием. Кожа после него очень чувствуется мягкой, я бы сказала это так. Пахнет он тоже приятно. Такой цитрусовый аромат. Дальше я приобрела что-то очень простое, а именно сыворотку с гиалуронкой от Good Molecules. Об этом бренде я слышала очень и очень много положительных, хороших отзывов. И вот, наконец-то, я созрела купить что-то от этого бренда. На самом деле, почему я вдруг купила сыворотку с гиалуронкой? Это такая вроде простая сыворотка. Потому что моя сыворотка от Glow Recipe закончилась. Не могу сказать, что сыворотка за 45 долларов от Glow Recipe сделала что-то невероятное для моей кожи и лица. Поэтому, да, я решила взять что-то подешевле и что-то проверенное. И сыворотка, на самом деле, очень приятная. Ничем не пахнет, это факт. Причина, почему я взяла ее, это потому что у меня есть витамин С в порошке. Вот, и у меня не было сыворотки с гиалуронкой, чтобы смешивать ее с порошковым витамином С. Поэтому, в принципе, я использовала ее, по-моему, один раз. И я могу сказать, что да, она очень даже хорошо чувствуется на лице, не липко, ничего не раздражается. Пока что я в большом восторге от нее. И стоила она, по-моему, около 10 долларов, что я думаю, за такой объем это очень даже хорошая цена. Буду пробовать ее и надеюсь, что она даст мне какой-нибудь результат и моя кожа будет супер увлажненной после ее использования. Мне кажется, это последнее, что я купила в Алти, когда делала заказ. Это хайлайтер от Wet n Wild. Очень долго охотилась на этот хайлайтер от Wet n Wild, потому что я знаю, что форма у них просто огонь. Он очень мягкий должен быть. Он также дает очень естественное сияние и стоит он очень бюджетно. То есть, по-моему, 4 доллара, если не ошибаюсь. Я почему-то думала изначально, что он сделан в Италии, но нет, он сделан в Китае, что, в принципе, тоже нормально. Мне кажется, он выглядит немножко таким меловым. То есть, не могу сказать, что он прям самый мягкий, самый невидимый, самый естественно выглядящий хайлайтер. Но смотрится он хорошо, только я надеюсь, что он не будет давать мне такие, как белые полосы на моем лице, когда я буду его использовать. Слышала невероятно большое количество отзывов об их формуле, поэтому я нетерпения попробовать ее когда-нибудь скоро, может быть, завтра даже. Далее мы приступаем к чему-то очень-очень интересному, а именно косметики с Cosmetic Company Store. И прикол этого магазина в том, что на всю косметику у них огромные скидки, как правило, до 75%. И я думаю, что если бы я купила все это в Sephora или где-то еще, я бы дала, ну, как минимум 500 долларов. Тогда как за всю косметику, которая здесь лежит у меня в пакете, я дала 200 долларов, что, в принципе, да, это вообще не маленькая сумма, но я их сэкономила много. И, кстати, мне еще дали целую кучу подарков, и к этому мы вернемся чуть позже. И первое, что я купила, это вот такой бронзер от Tom Ford, этот бронзер вызывает у меня много положительных эмоций, потому что я много у кого видела на американском YouTube, на русском YouTube, что у всех есть эта красивая упаковка бронзера, и все как говорят, о, это мой любимый продукт, я обожаю его. На самом деле продукт упакован просто потрясающе, чувствуется люкс, естественно, это Tom Ford, и я была в шоке, что со всеми скидками и так далее я дала за продукт этот всего лишь по 45 долларов. Тогда как, если бы я пошла в Sephora и купила бы этот бронзер от Tom Ford, я бы отдала где-то около, наверное, 105 долларов, да, то есть экономия она на лицо, что называется. Такая красивая упаковка у этого бронзера, я бы сказала, она восхитительно смотрится. Очень дорого выглядящая упаковка, много эстетики в ней, как мне кажется, открывается она вот таким образом, мне было изначально сложно понять, как же она открывается, но, в общем, открывается он вот таким образом, и вот так он смотрится внутри. Просто посмотрите, насколько красиво он смотрится, я прям не могу. Это такой люкс, такую красивую упаковку, хочется даже сделать элементом украшения твоего столика косметического. Я не уверена, ребят, сколько вообще оттенков этого бронзера в Sephora продается, но у меня оттенок 01 Gold Dust. Вот мне хочется верить, что у них есть, может, посветлее чуть-чуть оттенки, потому что, когда я им воспользовалась, я поняла вдруг, что он немного рыжит меня. Слочится он тоже очень-очень даже хорошо, супер мягкая формула, мне также интересно узнать, ребят, у вас есть бронзер от Tom Ford, и вообще, как вы от него в восторге, или вам так себе, потому что, ну, только ради упаковки, мне кажется, его хочется купить, насколько она шикарно смотрится. Вот это настоящий люкс, опять же. Если вы знаете, то вы знаете, недавно Tom Ford вышел с их новой тональной основой, которая стоила под 90 долларов точно, и когда она только вышла, я попыталась подобрать свой идеальный оттенок. Когда я зашла в этот магазин, я увидела у них тон от Tom Ford, и такая серьезная. Дай-ка посмотрю, есть ли мой идеальный оттенок, и каково было мое удивление, когда я зашла на Sephora, я увидела тот оттенок, который мне подошел, он есть у них в наличии, то есть тот оттенок, который у Sephora показал, что это мой оттенок. И мой оттенок называется 3.5 Ivory Rose. Моя кожа, она немножко с розовинкой, и он просто идеально подошел, я использую его уже не первый день, и я просто в восторге. Это, знаете, реально люкс, вот ты чувствуешь, что ты используешь люксовый продукт. Этот тон имеет в себе легкий матовый финиш, и мне безумно нравится, как он смотрится на моей коже. Еще что интересно, когда я использую этот тон, я никогда не использую базы с сияющим эффектом, потому что я хочу насладиться вот этим именно Tom Ford'овским дорогим эффектом легкого матового финиша. И я всегда без ума, когда использую этот тон с базой без блесток, кожа выглядит очень-очень дорого. В общем, я рада, что я определенно взяла этот тон за такие небольшие деньги, и я покажу вам сейчас, как он смотрится. Пахнет он, кстати, приятно, ну вот как весь люкс, что-то вроде Chanel, да, есть такой запах. Я была немножко в шоке, когда я поняла, что я угадала с цветом, потому что много кто приходит в такой магазин, да, они видят какие-то тональные основы классные, потом понимают, что это не их оттенок, а мне повезло. И когда я, кстати, была в том магазине, я запустила несколько сториз, и многие девочки, которые живут здесь, сказали, что у них нет такого бренда Tom Ford'а. Не представлен он в таких магазинах, где продают косметику со скидками. И, в общем, это интересно, почему у нас во Флориде полно вот Tom Ford'а, а в других штатах нет. На самом деле, в том магазине большое количество хода за кожей от бренда Glam Glow, прям полки просто полные стоят с продуктами от этого бренда. Там маски, там есть и крема, ну, то есть все, что вы хотите найти. Именно это комбо, которое я купила, которое, кстати, было не прям таким дешевым, но здесь мы имеем две маски в полном размере, и я так понимаю, что у них была какая-то коллаборация с Barbie, и они выпустили вот такой сет. Я подумала, что почему не пробовать бы этот бренд снова, потому что у меня было что-то от Glam Glow, но я не помню, насколько мне понравилось что-то от них. И вот так выглядит маска с глиной, которая называется Super Matte. Она вообще хороша для тех людей, у кого есть склонность к проблемной коже, то есть здесь есть салицилка, помогает очищать вашу кожу со временем. Я думаю, что это то, что мне сейчас нужно определенно. И также вот так выглядит маска увлажняющая. У меня точно, помню, была такая маска, я когда-то пробовала ее, и она очень вкусно пахнет, прям вау, супер-классный аромат. Я покупала, по-моему, ее в TG Maxx или Marshalls, когда мы были в Чикаго. Под конец я уже решила прихватить вот такую мини-пудру от Too Faced Born This Way, ни разу не пробовала их пудры, хороши они или нет. Но я решила попробовать, и к тому же мне нужно было купить что-то, чтобы, в общем, была определенная сумма, чтобы получить какие-то подарки. Поэтому я такая, окей, я возьму что-нибудь еще. В принципе, пудра как пудра, она бесцветная, что здорово. Мне очень интересно, насколько она будет хороша для того, чтобы использовать ее под глазами. Я решила попробовать эти румяна от MAC, которые называются Glow Play Blush, слышала о них также очень много. Они также встречаются в востоковых магазинах очень часто. Я была в таком восторге попробовать их, потому что это очень красивый цвет, такой нежный розовый. Какое было мое удивление, когда я открыла их, и оказалось, что они, в общем, вот в таком состоянии. То есть, да. Я немножко была расстроена, потому что ничего из того, что ты покупаешь в этом магазине, нельзя вернуть. Вот такая у них политика, поэтому я попытаюсь их использовать, но немножко печально, что все-таки они оказались не в самом лучшем состоянии. И оттенок этих румян называется Totally Sunked. Дальше я решила взять вот такой скраб от MAC, потому что у меня скраб заканчивается мой для губ, и я решила пробовать что-то от MAC. Вау, очень интересно выглядит упаковка, очень приятная текстура у крышки этого скраба. Он напоминает мне запах каких-то корейских ручек, которыми я пользовалась, когда была маленькая. Тутти-фрути ароматная, и это соляной скраб, поэтому ничего такого особенного в нем нет. Большая скидка на него также была, в принципе, на MAC всегда скидки в таких магазинах стоковых. Конечно, я не смогла быть и страной помады. Я взяла помаду от MAC в оттенке, который мне очень понравился, как он выглядел, когда я его посвочила. Называется он Love Lauren. Супер, красивый такой женственный цвет, я бы сказала. Что мне очень понравилось, в этом оттенке есть такие небольшие блестяшки, очень красивый оттенок, прям в нетерпение уже попробовать этот оттенок. Девочки, если вы фанатки помад Tom Ford, или вы хотите попробовать их, но не платить там 50, сколько, 40 долларов, 30 долларов, сколько они стоят, идите в этот магазин, и вы купите помады эти по супер дешевой цене. Это моя первая помада, которую я купила, в таком интересном красном цвете, я даже не знаю, как его описать, у меня такой помады точно нет в моей коллекции, я еще даже не пробовала его, и, по-моему, это не самая стойкая помада, и, естественно, стоит дешевле, чем, ну, вот их большие размеры помад. И это помада в оттенке 05 Antonio, она обладает такой мягкой матовой формулой, очень интересное название, не так ли, Antonio? Другая же помада от Tom Ford в более таком розоватом оттенке, она у меня где-то в сумках, поэтому я не могу вам показать ее сейчас. Как я уже сказала вам, когда вы покупаете на определенную сумму, вы можете выбрать в самом магазине, что вы хотите, там, до 100 долларов, по-моему, я там носилась, выбирала, что я хочу добавить в свою корзину, чтобы получить, как подарков на эту сумму, и она говорит мне, вот, есть такой аромат от Killian, последний остался, посмотри, он очень классно пахнет, но у нас нет тестера, бери, не пожалеешь. И, так как я не понюхала его в магазине, я была немножко удивлена, насколько этот аромат отличается от других парфюмов, которые у меня есть в коллекции. Понюхав в первый раз, я поняла, что он очень сложный, то есть тут очень много слоев, да, или как уровней в этом аромате, и я начала гуглить то, что вы чувствуете в этом аромате, что-то вроде запаха подмышки, это вообще личи в этом аромате от Killian, называется он, кстати, Fun Things Always Happen After Sunset. Честно, я бы не купила его где-то в магазине, в Sephora, просто потому, что это немножко не мой тип ароматов, в котором я привыкла, но попробовать что-то от Killian, почему нет, правильно же, и, в общем, как я уже сказала, мне дали в подарок вот такую сыворотку от Estee Lauder, чему я была очень удивлена, типа, где упаковка, почему она просто так дается в подарок, да, она не открыта, ничего, и я бы сказала, что упаковка, она не чувствуется стеклом, у меня есть такая же сыворотка от Estee Lauder в обычном размере, это же больше как пластик, чувствуется, это самый большой размер сыворотки Estee Lauder и их Night Repair, Advanced Night Repair, это круто, еще мне дали вот такую маску от бренда Origins, это было как подарок за покупку тоже, такой у нас был немаленький разбор покупок с этого магазина, The Cosmetics Company Store, надеюсь, это было вам интересно посмотреть, далее давайте приступим к чему-нибудь другому, к чему-то не менее интересному, и у нас на подходе посылка вот Style Korean, очень тяжелая, надо сказать, такие большие, прям тяжелые-тяжелые упаковки, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это насколько мило смотрится упаковка их пиар-рассылок, сердечки, Style Korean, мило, в общем, в этой коробке мы видим все для ухода за кожей головы и также за волосами, а именно treatment для волос, а также тоник для волос, контролирующий выпадение волос, скрабирующий шампунь, последнее, что я вижу, это эссенция для волос, я ни разу не слышала о том, что для волос есть сейчас эссенции, тоники, это что-то новенькое для меня, очень круто, первые два продукта в этой коробке от бренда Himalaya Herb, надеюсь, я правильно произношу его, вот таким образом выглядит упаковка продукта, и давайте посмотрим на это, вообще, мне кажется, для меня, возможно, для меня это тоже будет норм, падение волос, у меня пока еще нет падения волос, просто, окей, то есть, как это работает, нужно открутить крышку, вставить сюда колпачок, и, я так понимаю, поливать волосы этим, этим тритментом, и этот продукт, он обещает бороться с выпадением волос, я хочу открыть его и понюхать, почему бы и нет, пахнет приятно, такой, я бы сказала, более как мужской аромат, чем женский, может быть, даже унисэк, круто, я, наверное, дам это мужу, буду его этим мазать, чтобы у него волосы были как грива у коня, вот, я почитаю еще об этом бренде чуть больше, далее, что мы здесь видим, это тоник, опять же, для контроля выпадения волос, вот таким образом он выглядит, уже другая упаковка, окей, то есть, его нужно прыскать на волосы, пшикать, и здесь написано, что после того, как вы приняли душ и высушили ваши волосы, помассируйте для того, чтобы это впиталось, то есть, понятное дело, после того, как вы уже приняли душ, голова сухая, его нужно использовать, круто, мне нравится упаковка, на самом деле, я не знаю, что-то в ней есть привлекательное, вот, мне нравится, нас еще ждет много всего интересного, ребят, я такая умная, что я не начала именно с шампуня, шампунь это первое, что мы используем перед эссенциями, перед всякими шикалками для кожи головы, окей, мне нравится упаковка, опять же, очень мило, эстетично смотрится, мне нравится, бренд называется этот Nine Less, интересно, ни разу не слышала об этом бренде, сделано в Корее, что безумно здорово, и первое, что я вижу, это в составе, вернее, второе после воды, это пиролит, как оказалось, пиролит это горная порода вулканического происхождения, то есть, я так понимаю, шампунь этот не только должен скрабировать кожу вашей головы, но еще и токсикация должна происходить во время того, как вы будете мыть ваши волосы, что очень-очень здорово, у этого продукта очень очевидный такой мятный запах, аромат, и вот таким образом он выглядит, когда вы наносите его на кожу головы, он становится вот таким каким-то желтеньким по своему цвету, и текстура становится просто идеальной для того, чтобы вымыть вашу голову, особенно фокусируясь на коже вашей головы, давайте посмотрим, что нам прислали еще. Последнее, что мы видим в этой коробке, это эссенция для того, чтобы напитать кожу вашей головы, ну и волосы, получается же, да, бренд также называется Nine Less, вау, ребят, я уже чувствую эту мятную сенсацию на своей руке, очень приятное чувство на самом деле, это очень странно, но я ни разу не слышала о том, что существуют эссенции для того, чтобы наносить их на кожу головы, ну для лица, да, для волос ни разу, это так круто, я не знаю, мне кажется, я еще столько многого не знаю, что вообще выпускается в мире, что нового выходит на рынке, особенно на корейском рынке, просто посмотрите, ребят, насколько люксово выглядит упаковка этого средства, и это эссенция, давайте попробуем эту эссенцию, она пахнет очень по-мужскому, как мне кажется, очень интересный аромат, я даже не знаю, как его описать, в общем, в этой эссенции определенно есть экстракты трав, и еще есть что-то очень сладкое, что делает этот аромат таким приятным, спасибо большое, что прислали нам эти продукты, теперь наши волосы будут в самом лучшем состоянии, и это все, что мы получили в нашей первой коробке в пиар от Style Korean, и вот таким образом выглядит наша вторая посылка от Style Korean, и здесь мы видим бренд Haruharu, нам прислали тонер от Haruharu с экстрактом черного риса, также сыворотку с экстрактом черного риса, и крем с экстрактом черного риса, то есть вся линейка, она с экстрактом черного риса, я бы сказала, продукты с экстрактами риса, черного риса или простого риса, они делают чудеса с кожей, каким-то образом они ее преображают в лучшую сторону, и мне это очень нравится, вот таким образом выглядит тонер от Haruharu с черным рисом, определенно мне очень нравится дизайн этих продуктов, простая эстетика, я бы описала это так, естественно, сам по себе этот тон прозрачный, у него в нем нет никакого запаха, и мне кажется, это тот самый идеальный тоник, который подойдет как раз-таки чувствительной коже, кстати, вся серия этих продуктов от Haruharu с черным рисом удостоилась награды Red Dot Award 2019, это говорит нам о том, что эти продукты уже зарекомендовали себя очень давно. Следующее, что мы находим в этой коробке, это сыворотка с черным рисом, мне очень понравилась текстура этой сыворотки, она очень легкая, гелевая текстура, то, что идеально как раз-таки летом, потому что летом не хочется использовать что-то, ну, очень жирное, кремовое, а это идеально, как мне кажется, и у этой сыворотки также нет никакого запаха, и она, ну, как мне кажется, тоже идеально будет для людей с чувствительной кожей, и эта сыворотка тоже, кстати, выиграла награду Red Dot в 2019 году, что очень здорово. И последнее, что мы видим в этой коробке, это, конечно же, крем для увлажнения кожи с правильно черным рисом, с экстрактом черного риса. Мои первые ощущения, это то, что упаковка очень большая, она гигантская. Просто посмотрите на размер этого крема, как это мило смотрится так же. Не знаю, ребят, видите вы или нет, но упаковка, она прям, она напоминает чем-то стаканчик от кофе. Вот здесь такая маленькая дырочка, ощущение, что действительно я буду из этого кофе пить, но нет, это упаковка крема, как мило. Я еще, естественно, не открывала ничего из этой рассылки, поэтому я очень удивлена увидеть, как это все упаковано. У этого крема я чувствую гораздо больше аромат, но, понятное дело, это все натуральные компоненты, извиняюсь, которые делают этот крем пахнуть так вкусно. Поэтому никаких добавков для того, чтобы он пах вкусно, речи идти не может. Текстура этого крема чувствуется легкой, она очень легко распределяется по моей коже, и она ощущается больше как гелевая. Я бы такой крем, наверное, использовала все-таки ночью. Днем все-таки я предпочитаю использовать что-то легкое, понятное дело. Мне кажется, этот крем будет идеальным ночным кремом для меня в сочетании со всеми компонентами этого ухода. Поэтому я в нетерпении попробовать всю серию ухода с черным рисом. Мне, конечно, понравилась очень сильно упаковка этого крема. Как это мило смотрится, опять же. Вот так выглядит наша последняя упаковка с пиар-посылки от Style Korean. Вы видите, ребят, как стильно смотрится эта сумочка. Мне очень нравится дизайн ее, идеально для путешествий. В этой сумочке находится все, что вам необходимо для того, чтобы принять душ. Все, что представлено в этой сумочке у нас от бренда Himalaya Herb, то есть наша предыдущая коробка. В ней были также товары от этого бренда. И первое, что мы видим, это умывалка для лица. Этот бренд уже, ну, меня удивил. Составы всех их средств. Это полностью натуральные экстракты, травы, каких-то растений. Например, в этой пенной умывалке на первом месте находится корень какого-то растения, которое я не знаю. На втором месте здесь находится центелла азиатская. Вау, это очень круто. Поэтому, да, умывалка для путешествий никогда не бывает лишней. Далее мы находим здесь шампунь, что так необходимо для путешествий, не так ли? И также тритмент для кожи головы. Давайте же понюхаем шампунь. Очень интересно, как он пахнет. Очень приятный аромат. Я бы сказала, он также унисек, скорее всего. Я бы сказала так, если бы я почувствовала этот аромат на ком-то, я бы спросила, что у тебя за парфюм. Настолько вкусно пахнет. Это шампунь просто. Обожаю, когда шампуни очень вкусно пахнут. И тритмент для волос мы уже с вами на это посмотрели. Лосьон для тела, Бори Лоушен. Тоже всегда пригождается в путешествии. И, конечно, никакая сумочка для путешествий не может обойтись без геля для душа от этого же бренда. И, опять же, состав, он очень-очень уникальный. И, опять же, я чувствую этот аромат каких-то трав, что очень приятный аромат. Мне кажется, я все это дам своему мужу, потому что, ну, это, как мне кажется, чисто такие мужские ароматы, но они очень приятные. Прям вау, супер. И, в общем-то, это все, что прислали нам Style Korean в качестве пиара ссылки. И еще раз, конечно же, большое спасибо Style Korean за то, что не забываете обо мне. И присылаете столько классных товаров, которые я могу показать своим зрителям. И, конечно же, это всегда здорово пробовать что-то интересное, чем я и буду заниматься. Я дико извиняюсь, ребята. У нас сейчас почти 11 часов вечера. И я распакую с вами посылку с iHerb завтра утром. Так что оставайтесь со мной. Для вас это будет всего лишь секунда. Так что встретимся через пару секунд. И вот настал следующий день. Я, кстати, вчера покрасила волосы в такой более карамельный цвет. Мне кажется, получилось очень даже неплохо. По-моему, сейчас естественность и натуральность в моде. Итак, давайте сейчас откроем нашу посылку с iHerb. Я уже ее открыла, на самом деле, поэтому я буду показывать вам, что я купила. Первое, что я заказала, это вот такая просто огромнейшая бутылка. Это жидкое железо. На самом деле, найти железо в жидкой форме невероятно сложно. В аптеках его нет. И вот на iHerb мы как раз таки его нашли, чему были очень удивлены и рады. Мы даже не думали, что она будет просто такой огромной. Здесь, знаете, сколько? 750 миллилитров. И ее хватит на очень-очень долго. Здесь, помимо железа, еще есть много разных экстрактов и полезных травок. И стоила такая бутылка огромная 45 долларов. У меня была скидка 10%, поэтому цена немножко снизилась. Это круто. И вот таким образом выглядит упаковка этого продукта. Поэтому, если вы искали жидкое железо, то его можно найти именно на iHerb. Кстати, я должна сделать дисклеймер. Этот я не врач. И я не могу вам советовать, что принимать, что нет. Обязательно советуйтесь с вашим лечащим врачом перед тем, как принимать какие-то бады. Это важно. Далее, я купила мачу. Наконец-то. Я, на самом деле, никогда не была любительницей мачи. До того момента, пока я не начала заказывать мачу в Старбаксе. Но там вообще очень смешная ситуация, потому что, оказывается, в Старбаксе она в составе имеет сахар. И это вообще не самое здоровое мачи, которое вы вообще можете найти. Именно поэтому я решила купить мачу с мятой. Мне показалось, это очень интересной комбинацией. И это мачу от бренда Вах Дам Тис. Она сделана в Японии и выращена в Японии. Также, то есть, 100% органик, все такое. Здесь все написано, как правильно заваривать и так далее. Еще не пробовала ее, поэтому предвкушение попробовать и сделать свою чайную церемонию. Стоила на нее очень дорого, 10 долларов. Но когда я вообще изучала все о мачи, оказывается, мачи вообще это очень дорогой продукт. Маленькая баночка такая, прям настоящий хороший мачи, может стоить 25 долларов. И ее будет хватать вам, ну, на, может быть, недели две. Поэтому я не думаю, что это прям самые лучшие мачи. Но, тем не менее, я думаю, что это хорошие мачи, с которыми я хочу начать свое знакомство. Следующее, что я купила, это какао-пудра. Я, знаете, не покупала какао-пудру, наверное, уже года три точно. Не знаю, почему. Ее очень классно добавлять в смузи, в десерты всякие, в выпекательные тоже. Бренд называется Now Real Food. Это бренд Архербовский, если я не ошибаюсь. Я, кстати, купила ее для того, чтобы сделать шоколадную колбасу, потому что я не делала ее уже не знаю сколько. Наверное, последний раз, когда я ела. Было, когда я еще была маленькая. Поэтому круто. Большая упаковка и отзывы на нее тоже были очень хорошие. Далее, это моя любовь. Я уже попробовала эту как пасту. Да, какао-паста. Боже мой, какая это вкуснотеща. Я давненько, я очень давно охотилась за ней. Это, по сути, знаете, что-то вроде реально баунти. Но, конечно, это далеко не баунти. А это что-то более полезное, чем баунти. Я бы сказала так. Как вы можете верить, что у меня тут уже нет четверти продукта внутри. Я даже не знаю, как описать вкус этой пасты кокосовой, потому что это очень вкусно. И тебе хочется еще и еще залезать туда ложкой и просто есть. Это, на самом деле, отличная альтернатива сладостям. Ты съел 3-4-5 ложек этой пасты. И все, тебе уже вроде как даже не хочется съесть никакие сладости. Потому что это и сладко, еще и полезно. Если вы еще не пробовали эту кокосовую мамну, то обязательно заказывайте сайхерп. Вы не пожалеете. Это я вам обещаю. Очень вкусно. Перед тем, как я сделала заказ, я посмотрела на видео нескольких русских блогеров, которые советовали, что заказать сайхерпа. И я увидела у одной блогерши рекомендацию к покупке этих капсул для посудомоечной машины от бренда Grab Green. И я поняла, что да, это то, что я хочу. Потому что капсулы, которыми мы пользуемся, это капсулы с очень большим количеством разных химических элементов. Они не такие натуральные, а это очень натуральные. И я так понимаю, что очень так же хорошо очищает посуду. В общем, без всяких этих непонятных, неизвестных нам элементов. Я пока не пробовала их еще. Давайте же откроем их сейчас прям. Потому что я хочу их понюхать. Пахнет очень вкусно. Очень свежо. И аромат, который я купила, в смысле, да, аромат, называется мандарин и лемонграсс. Очень много хороших отзывов об этом бренде. Не терпится уже попробовать эти капсулы в действии. Дальше мы будем говорить целиком и только о БАДах, которые я заказала с iHerb. Опять же, я не эксперт в БАДах. Поэтому обязательно консультируйтесь со своим врачом, чтобы узнать, хороши ли некоторые БАДы для вас или нет. Итак, первое, что я заказала, это рыбий жир. На этот рыбий жир были очень-очень хорошие отзывы. У меня давно нет рыбьего жира в моей коллекции БАДов. Поэтому мне показалось, это что-то очень хорошее. И самое классное, пожалуй, это то, что источник рыбьего жира в этом БАДе, он взят из диких сортов рыбы. Что двойной плюс. А далее я взяла БАД под названием ГАБА. ГАБА это невероятно хороший БАД. Он помогает быстро засыпать. И его лучше принимать именно во второй части дня. Потому что, если вы примете его в первой части дня, то в первой половине дня, извиняюсь, вы можете заснуть. Как-то так. А далее я купила витамин С. iHerbовский бренд. California Gold Nutrition. Кто его не знает. И они там были по, по-моему, одному доллару. Поэтому я такая, ну, почему нет, почему не запастись бы витамином С. Далее я взяла БАД под названием DMAE. Этот БАД, он очень хорош для как раз таки мозговой активности. Также я взяла витаминки от бренда New Chapter. Их никогда не бывает в таргете в наличии. Поэтому я решила заказать их с iHerb. Ни разу не дешевые витамины. Но там такое большое количество разных экстрактов интересных растений, каких я не видела в других БАДах. То есть они прям реально работают над тем, что положить в эти витамины. Пока что рано говорить о результатах. Но мне нравится тот факт, что здесь большое-большое количество разнообразия травок в этом БАДе. Также я взяла БАД с лактобактериями. Мы уже закончили одну пачку БАДов как раз таки с лактобактериями. И я взяла другую. Никогда не пробовала бренд именно iHerb. Называется California Gold Nutrition опять же. И здесь 30 миллиардов бактерий в одной капсуле. Что очень круто. И получается это все, что заказала с iHerb. Я знаю, что это немало. Но я опять же не заказывала оттуда, ну может быть год или больше. Все набежало так в мою корзину. Поэтому да, ребят, надеюсь вам понравилось мое достаточно длинное видео. Я извиняюсь заранее за то, что оно будет таким длинным. Надеюсь вам понравилось смотреть какую косметику я купила на мою пиар-рассылку. И на мой заказ iHerb. Надеюсь это было интересно и занимательно. И я хотела коснуться еще одной темы. Это то, что да, на моем канале ожидаются туториалы макияжа косметикой. Потому что я знаю, что давно я не постила такие видео. И это потому, что я хочу снять видео, где я рассказываю о большом количестве новой косметики. Вместо того, чтобы снять там одно видео с палеткой теней. Просто иногда действительно гораздо интереснее посмотреть на большое количество косметики в одном видео. Чем на просто одну какую-то палетку и обзор на нее. Поэтому да, ребят, я обещаю, что я буду постить видео о макияже. Я не забываю о моем канале. Нет. Так что спасибо большое еще раз за просмотр этого видео. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. И самое главное, чтобы у вас получался классный макияж каждый день. Ведь мы этого так хотим. Ваша Юля. Не прощаюсь. Всем пока.